Приветствую вас на вопрос, который вы задаете, я предпочел бы ответить так. Вот та модель отношений, которую вы описываете, она является возможной и реальной только тогда и в том случае, когда люди, находясь в этих отношениях, обладают дефицитом всем-либо. То есть, почему у ребенка есть так называемый чувственный избыток, который он направляет на родителя? Откуда чувственный избыток берется? Из дефицита, из недостаточности чего-либо. Это могут быть либо комплексы и потребности поддержки, либо недостаток любви, недостаток внимания, уважения, чего-то еще. В результате чего образуется чувственный избыток, который требуется на кого-то перенести и переносится на того, кто находится непосредственно рядом с этим человеком. То есть, грубо говоря, если пациент сам под себе одинокий человек, то врач для него станет, естественно, гораздо более близким, чем для другого, такого же пациента, у которого будут достаточно активные и успешные отношения с другими людьми. Ученик, который никогда не получал одобрения от родителей и получив это одобрение от учителя, всегда будет тяготеть к этому учителю именно потому, что тот подарил ему чувство, что он сделал все это правильно. Но у ученика был дефицит. Изначально у него был недостаток чего-то по отношению к себе. То есть, в нем самом чего-то не хватало, но вследствие ничего образовался чувственный избыток, о котором вы пишете. С начальником и подчиненным ситуация немножечко не такая. Я считаю, что в этих отношениях работает коммерция в основном. То есть, они основаны на трудовых, так сказать, нормах. И начало всегда берет свой исток у желания обеспечить себя, у желания реализоваться на профессиональном поприще и так далее. И если подчиненный вступает в такую вот форму отношений со своим начальником, то здесь можно говорить либо о том, что он боится начальника и считает, что начальник может как-то повлиять на его жизнь. Ну, например, уволить его или там заставить больше работать или что-то еще. Либо он им восхищается как сотрудником, то есть как человеком, на которого можно равняться. И в этом случае, я бы сказал, да, тоже имеет место быть определенный дефицит, определенное гипертрофирование эмоций, определенное их усиление и перенос. Но если люди равны, если у человека нет дефицита, например, ученика любят родители, у ученика все в порядке с друзьями и со всем остальным, то вряд ли учитель будет для него кем-то большим, чем просто учителем. То же самое и с врачом, то же самое и с начальником. То есть не все отношения такие. Определяются они дефицитом людей. Вот и все. А далее вы пишите. Бывает ли чувственный избыток? Ну, вопрос, вообще-то говоря, немного странный. Потому что, если вы приводите пример, или, грубо говоря, цитируете определенные вещи, которые вы прочитали в какой-то теории, и там говорится, что чувственный избыток есть, значит, для этого автора этот чувственный избыток существует. Я бы назвал его не так. Так, но для понимания того, о чем идет речь, да, этот термин можно использовать, в нем ничего дурного нет. Но этот термин, чувственный избыток, как бы, сохраняя свой смысл, то есть, в принципе, давая понять, о чем идет речь, является неточным. Я бы назвал это тем, что фигурировало в моем ответе не один раз. Это дефицит. Дефицит потребностей, которые заставляют человека более близко воспринимать того, кто изначально не является для него близким по определению. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, теперь вам стало более ясно, как все происходит. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!